Хорошо, давайте начнём вторую часть нашего курса. Мы такая ближайшая цель, и даже не очень ближайшая, потому что цель состоит из нескольких кусков, и в каком-то смысле даже часть её это уже целое дело. Наша ближайшая цель, примерно на ближайший месяц, это доказательство такой классификационной теоремы. Классификация Козаиры Энрикеса – это классификация всех компактных комплексных поверхностей, ну, точнее говоря, минимальных компактных комплексных поверхностей, то есть тех, которые не содержат любую цену кривых. Действительно, как мы обсуждали в прошлом семестре, и как культурные люди знают сами по себе, любую компактную комплектную поверхность, проективную, не обязательно проективную, можно немножечко умучшить. Если на ней нашлась минус-1 кривая, то есть гладкая рациональная кривая, самопрещение минус-1, или рещение с канонечным классом минус-1 – это то же самое, ее можно стянуть, получив регулярное отображение на другую поверхность, которая устроена в каком-то смысле, снова гладкая, компактная, но устроена немножечко проще. У нее, например, ранфоторактной гемологии меньше. В частности, этот процесс не может происходить из коричневого долга, рано или поздно мы упремся, не сможем больше стягивать минус-1 кривых. Такие поверхности, в которые мы упираемся, называются минимальные. То есть, чтобы понять все поверхности, надо понять минимальные. Пусть х – минимальная, компактная, комплексная поверхность. Тогда х имеет один из следующих типов. Типов будет 10, ну, точнее, там, 10 с половиной. Давайте я напишу, зачем название типов. Потом, ну, некое название никакого комментария не требует. Например, один из типов будет комплексный ТОР. Что такое ТОР, все отлично понимают. А про все нетривиальное я сейчас на соседней доске напомню определение. Во-первых, х может быть рациональной поверхностью. Но, кроме того, что можно сказать, что это рациональная поверхность, мы уже этим занимались. Их можно все, все минимальные рациональные поверхности, можно в явном виде описать. Это проективная плоскость, либо поверхность щерцебруха. Поверхность щерцебруха, то бишь, P1 расслоение над P1. Проективизация O плюс O от N на проективной прямой. Во-вторых, это может быть нерациональная линейчатая поверхность. Ну, это значит, что тоже х расслоен над какой-то кривой со слоем P1. Третье. Давайте я пока ограничусь названием. По историческим причинам это называется класс 7. Но вот про них мы толком еще не поговорили. Далее, давайте я просто скажу, что примерами таких поверхностей являются поверхности Хопфа. Все такие поверхности не проективные. У них у всех маленькая алгебраическая размерность. Да, здесь я еще буду выписывать их кодарирую размерность. Кодарирую размерность, напоминаю, это скорость роста нулевой гагмологии плюре канонического класса. То есть кратности канонического класса. В первых трех случаях это минус бесконечности. Потом начинается кодарирую размерность нуль. Давайте в честь этого я даже... Да, кодарирую размерность не превосходит размерности в многообразии. То есть в нашем случае она принимает значение либо минус бесконечности. Это значит, что на какое бы положительное число N мы не умножили канонический класс, не существует эффективного дивизора, который ему линейный квалифинтен. То есть такая линейная система NKX для любого N пуста. Кодарирую размерность нуль, это значит, что некоторые такие линейные системы и пусты, но содержат только один элемент. Размерность таких линейных систем ограничена. Еще размерность таких линейных систем могут расти линейно, и это называется кодариру размерности один, а могут расти квадратично. Это самый общий случай, кодариру размерность два. Кодариру размерности ноль бывают по размеру К3. Сейчас я опять же напомню, что это такое. Бывают паристии нриптуса. Бывают комплексные торы. Бывают биеллиптические поверхности. Это я сейчас тоже напомню, что такое. Мы с таким примером возились в прошлом семестре, но сейчас в этом семестре мы выясним, что это не просто один из примеров, а это вот некоторый класс, к которому и к его родственникам все в каком смысле сводится. И восьмое, это поверхности кодариры, которые, в свою очередь, бывают первичные и вторичные. Это я тоже сейчас скажу, что такое. Но тоже в прошлом семестре они нам попадались как примеры эллиптических расслоений, но сейчас, опять же, они приобретут уже более высокий статус. Это будут не просто примеры. Ими будет исчерпываться некоторый класс эллиптических расслоений целиком. Наконец, давайте последние два класса у нас будут немножечко жульнические, потому что здесь везде кодарира равномерность 0, здесь 1, здесь 2. Вот про случаи, когда кодарира равномерности 1 и 2, мы их толком классицировать не будем, но в каком-то смысле большинство поверхностей относятся к этим случаям. Но основная идея состоит в том, что их уже много, их нельзя ни в каком смысле явно описать. Но с другой стороны, вот пальцы внутри этого класса обладают некоторыми хорошими свойствами. То есть вот если мы выясним, что кодарира равномерности 2, то сразу за бесплатно у нас с этим приходит такое количество хороших свойств, что мы не очень будем сильно огорчаться, что у нас нет какого-то такого явного классификации, явной конструкции всех таких поверхностей, как, например, у нас есть явная конструкция для торов. Для торов есть очень явная конструкция, для этих нет. Давайте здесь мы просто этим мы дадим названия. Это будут называться поверхности общего типа. а тут эти поверхности называются эллиптические поверхности кодарира равномерности 1. Хорошо. Ну вот прежде чем я выпишу определения, давайте я еще снабжу их какими-то еще свойствами. Например, кроме кодарира размерности у нас был такой важный вариант, который назывался алгебраическая размерность. Алгебраическая размерность это степень трансцендентности полимераморфной функции на нашем многообразии, на нашей поверхности. Например, если поверхность алгебраическая, то есть проективная, тогда полимераморфной функции имеется степень трансцендентности на 2. Ну и это бывает тогда и только тогда, когда компактное комплексное поверхность проективно. Но вполне себе бывают поверхности алгебраическая размерности меньше. Например, если мы попробуем построить общий тор, то есть возьмем векторное пространство c в квадрате и отстатализуем по общей решенке ранга 4, это будет тор, но у него будет алгебраическая размерность 0. Бывают также тор и алгебраическая размерность 1. Давайте я напишу здесь, какие бывают алгебраические размерности для поверхностей каждого типа. Это, ну вот, доказательство этого тоже одна из наших целей. То есть я сейчас анонсирую нашу цель на ближайшие несколько лет. То есть расфасовать все поверхности по типам, сказать, что других не бывает и понять, какие у них вот эти вот самые важные варианты. Все профессиональные поверхности и линейчатые поверхности являются проективными, то бишь у них алгебраическая размерность 2. Поверхности класса 7 все являются непроективными, у них бывают алгебраическая размерность 0.1. Поверхности Поэрсти все проективные. Поэрсти кадаиры, что первичные, что вторичные, никогда не проективные, но всегда имеют алгебраическую размерность 1. То есть на них полимерованная функция устроена так, как будто бы эта кривая. Эллиптические поэрсти с кадаирой размерностью 1 могут иметь размерность 1 и 2 алгебраическую, и поэрсти общего типа всегда проективны. Давайте еще немножечко вариантов. За каким вариантом еще будем следить? За первым числом Бетти и квадратов кон-класса. Здесь первое число Бетти равно 0. Здесь оно равно 2Gb, где Gb это рот кривой. Здесь оно равно 1. Если я ничего не пуплю, да, оно равно 1. Для поверхности К3 и Энрикклса односвязное. Здесь они равны 0. Чего равно 1, чтобы эти для ТОРа? Вы знаете? Почему? А под ТОРом все поверхности имеют в виду комплексные размерности 2. Человек говорит, что ТОР комплексные размерности 2. Это как его топологически себе подумать? Вот вы берете С в квадрате по Z в четвертой. Это то же самое, что R в четвертой по Z в четвертой. Какие здесь первые технологии? А какие у первых технологий у первых позов? Сколько они мерные? Понимаете? Вы, наверное, правильно сказали, я просто не слышу. Одномерные? Здесь одномерные, а здесь? Четырехмерные. Четырехмерные, потому что это произведение четырехокружности, если это логическое изображение. Здесь я должен написать число 4. Здесь я должен написать число 2. Здесь 3. Здесь 1. А здесь бывает разное. Наверное, ничего интересного здесь сказать невозможно. Наконец, есть квадрат экономического класса. Здесь он бывает равен для P2 9, для P1 расслоения 8. Здесь он равен 8 на 1 минус G. Здесь он заранее неизвестно какой, но неположительный. Дальше он все время равен в Rю. И тут он не отрицательный. Ну и, наконец, топологическая иерархарактеристика. Здесь для P2. Какая половинская иерархарактеристика? Трем. Для P1 расслоения от P1 она равна четырем. Здесь она равна 0. Здесь мы про нее, наверное, опять ничего не знаем. Мы знаем только то, что она больше равна 0. Для P3 поверхности она равна 24. Для P3 она равна 12. Для TOR она равна 0. Для биорептической поверхности она тоже равна 0. Ну и для этих. Вообще для всех иерархарактеристики, ну, там, для иерархарактеристики она часто бывает равна 0. Ну и здесь мы про нее толком ничего не знаем. Наверное, мы знаем только то, что нам не отрицательны. Больше ничего. И, наконец, последнее, это, правда, только относится только к этому региону, там, где конкласс имеет шанс быть кручением. Минимальное число N такое, что Nkx линейный квадратный нулю. Ну, вот это относится только к этому региону, там, где КДР-0, для квастосей К3 компласс уже сам тривиален, для торов он тоже сам тривиален, для квастосей К3 компласса это два включения, для биолептических поверхностей этот индекс может быть равен 2, 3, 4, 6, для поверхностей К3 компласса К3 компласса, для вторичных он равен 2, 3, 4, 6. Вот это наша цель. То есть часть из каких-то таких вещей образовались в примерах, но вот мы теперь стремимся к КДС. Хорошо, давайте я напомню несколько определений, чтобы было понятно, что за поверхности здесь участвуют. Я напомню, что поверхности К3 это такие поверхности, для которых конкласс линейный квадратный нулю, и они односвязаны, то есть у них иррегулярность, по определению это число Коджа H0,1 от Х, то бишь H1 от Х. Поверхности Энрикерса. Это такие комплексные поверхности, у которых конкласс не эквивалентен нулю, но дважды конкласс эквивалентен нулю. И которые все еще... Простите, 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 простите... Кажется, я имею в виду, что здесь односвязано, да, ирегуляция на нулю. Что такое Торы комментировать не надо. Биолептические поверхности... Это поверхности со структурой локально-тривиального эллиптического слоения над эллиптической кривой. И первое число БТи равно БУ. В поверхности Кодаиры... В первичной поверхности Кодаиры. Это локально-тривиальные эллиптические расслоения над эллиптической кривой И первое число бэти равно 3 Оказывается, 2 и 3 это не случайные числа Тут немного чего может быть И разница между 2 и 3 разительная Потому что, например, никакая поверхность с первым числом бэти равно 3 И вообще ничего к нам не может быть проективной Все такие поверхности непроективные Вторичные поверхности кадаиры Это те, у которых есть нетривиальное Неразветвленное накрытие При помощи первичной Еще раз повторяю, что последние два класса Хотя они, в каком смысле, самые большие То, что я написал, просто является их определением Под поверхностью общего типа Мы имеем в виду поверхность с кадаиром размером 2 И вот последнее, что требует комментария И может она требует более длинного комментария Поверхности класса 7 Их можно определить как поверхности, у которых Кадаиры размеров минус бесконечность И первое число бэти равно единице Ну, то есть, если мы посмотрим на вот эту часть классификации Которую мы начинаем получить То содержательная часть классификации состоит в том, что Первое содержательное утверждение в этой части классификации Будет состоять в том, что Б1 не может принимать никаких, скажем, нечетных значений Кроме единицы И Ну, потом, когда мы уже получим Именно общую классификацию Мы немножечко покопаемся В некоторых из этих классов Вот мы немножечко покопаемся в этом классе И Ну, поймем, что Ну, может быть, не поймем Или пока не прокомментируем Что Ну, есть еще причина Объединять их в один класс Кроме того, что у них там число бэти одно и то же Ну, а Давайте еще перед тем, как идти дальше И как ломиться в доказательства Я еще немного прокомментирую про эту таблицу Здесь Разные строчки Они совершенно Не То есть Ну, в частности, они Совершенно разного Размира Например Поверхностями общего типа Они Ни в каком смысле Их нельзя проинтализовать Одним семейством Вот Не в геометрическом Не в геометрическом Например Поверхностями общего типа Являются Если мы возьмем В трехмерном проектированном пространстве Напишем Гладкую поверхности за данное уравнение степень D То при D Больше чем n Больше чем 4 Это будет поверхности общего типа Поверхности степени 5 образует Сельские параметрические семейства Не трудно посчитать какое Поверхности степени 6 образует другое семейство с еще большим количеством параметров. Тоже не трудно посчитать, какое. Важность степени 17 образует семейство с еще большим количеством параметров. Вот это все несколько подсемейств среди поверхностей общего типа. Здесь в каком-то смысле много всего, но, с другой стороны, у этих поверхностей есть много хороших свойств. Можно оценивать другие численные варианты. Например, про них можно доказать, что у каждой такой поверхности группа автоморфизмов маленькая. Она просто конечная. В то время как, например, у поверхностей, которые стоят здесь, у них группа автоморфизмов бывает совершенно роскошной. Вот у P2, например, линейная алгоритмическая группа, или у Тора, группа автоморфизмов, она содержит весь этот Тор. А здесь все очень скромненько. Ну вот, то есть, например, вот этот класс, его ни в каком смысле в одно семейство не вложишь, что во время как Торы, они, ну, просто по конструкции, они параметизуются чем-то таким вот... Для них, для всех, есть одна конструкция. Они образуют одно неприводимое семейство. Ну, поверхности Катрии и Рикеса тоже как-то, у них есть такое унифицированное описание. Вот поверхности класса 7, несмотря на то, что они близко к началу этой классификации, они... Ну вот, немножечко их объединяет с последним классом то, что... Ну вот, у них такой изначальный статус был примерно... Здесь находится все, что осталось. Но это не совсем так. Про них есть некоторая гипотеза про то, как они устроены все. То есть, здесь есть теорема, как устроены все такие поверхности, у которых... Вот видите, у них первое число бетти равно 1. А второе число бетти, оно какое-то неотрицательное. Вот есть теорема Богомолова, Телемана, Яова и каких-то еще людей, которые описывают все такие поверхности, у которых второе число бетти равно 0. и у них действительно есть, они разбиваются на парочку подклассов с очень такими аккуратными явными описаниями. И есть какие-то гипотезы, как устроены все поверхности, для которых В2 положительная. Но вот это, то есть они явно не описаны не потому, что их бессмысленно много, как в поверхности общего типа, а потому что вот до суда наука как бы еще не дошла. Про них есть разные гипотезы, но это последний уголок этой классификации, где явная структура, как бы не то что она отсутствует, она видимо присутствует, но непонятно. То есть вот даже на этом уровне есть недоказанные гипотезы. Хотя в остальном, как можно догадаться по именам, вот этот человек жил в первой половине XX века, этот жил во второй половине, она была наиболее активна в 60-е годы. Вот, что это довольно классические вещи. Хорошо. Давайте мы пойдем в сторону доказательства. Я постараюсь некоторое время еще табличку не стирать, потому что, повторяю, мы будем заниматься, так сказать, разными ее пусками в течение еще нескольких занятий. Ну и, в общем, если вы, так сказать, запомните, что тут написано, то это поможет ориентироваться вообще в двумерной геометрии. Хорошо. Давайте я заготовлю парочку вспомогательных утверждений, которые мы сейчас минут через 20-30 применим. Да, еще я хочу сказать комментарий про доказательства. Доказательства у этой классификации, оно немножечко странное. То есть изначально в варианте Гриквеса эта классификация относилась к проективным поверхностям над комплексными числами, а вот в таком полном варианте, как вы видите, здесь участвуют разные, не только проективные поверхности. Ну вот, например, поверхности с алгебраической размерностью меньше 2. Но, к сожалению, от того, что результат можно сформулировать для всех поверхностей, а не только для проективных, это не помогает получить унифицированное доказательство. То есть доказательство все равно разбивается на 3 части и отдельно, мы думаем про отдельно, можно классифицировать такими одними методами проективной поверхности, отдельно поверхности алгебраической размерности 1, отдельно поверхности алгебраической размерности 0. Ну и есть такая неудача, что их трудно запихнуть в одно рассуждение, но с другой стороны, вот если мы их так рассортируем на алгебраическая размерность 2, 1 и 0, то в каждом классе будет к чему прицепиться. То есть там будут какие-то знания про алгебраической размерности, оно дает дополнительных сведений. Например, если алгебраическая размерность 2, тот случай, с которого мы сегодня начнем, то есть самый обычный случай самых проективных поверхностей, то в этом случае мы кое-чего знаем про числа бытия. То есть мы знаем, что у нас есть разложение Ходжа, симметричное в экономологиях. В общем, если мы... Другими словами числа бытия переписываются в терминах и регулярности, и геометрического рода. Поскольку есть теория Ходжа. А в случае алгебраической размерности 0, ну, может быть, он такой самый неинтуитивный, но понятно, что он такой очень специальный, там тоже есть чем пользоваться. А в случае алгебраической размерности 1 про него можно прокомментировать быстрее всего. Как вы, возможно, помните, это мы проходили в самом начале предыдущего семестра, для любого компактного компактного многообразия есть операция алгебраической редукции. То есть вот мы берем... Вот на нем есть поле мировозных функций. У него есть какая-то семя трансцендентности. Возможно, меньшее, чем размерность многообразия. Берем какую-то базу трансцендентности в этом поле. Это несколько мировозных функций. Мы пишем их через запятую и получаем отображение... Получаем какое-то отображение из нашего многообразия куда-то, куда придется. Но мы хотели бы... Можно сделать так, чтобы это было отображение в компактном многообразии размерности А, где А это алгебраическая размерность, то есть степень трансцендентности поле мировозных функций. В частности, если у нашей поверхности алгебраическая размерность равна 1, то мы получаем отображение из поверхности в кривую. То есть мы получаем такую дополнительную структуру за бесплатно. И более того, эта структура очень хорошая. Это расслоение над кривой. И его слои, не трудно доказать, мы это даже в прошлом семестре упоминали и делали, что это обязательно будет эллиптическое расслоение. Но вот, если вы помните, весь конец прошлого семестра мы играли всякими способами с эллиптическими расслоениями. В этом смысле, в случае алгебраической размерности 1, у нас уже займет очень мало сил, потому что мы там все набили руку и наработали каких-то методов. То есть это эллиптическое расслоение. Эллиптическое расслоение – это очень серьезная структура, которую легко использовать. Даже, благодаря этой размерности 2, в некоторой части доказательства мы будем пользоваться тем, что внезапно у нас будет сваливаться структура такого же эллиптического расслоения, и мы будем из нее что-то получать. То есть это к тому, что какой-то инструментарий у нас уже заготовлен. Ну хорошо. Значит, сегодня мы начнем с проективных поверхностей. То есть, алгебраечки раз минус 2. Это значит, что мы собираемся доказать, что если нам принесли минимальную проективную поверхность, то она окажется в одном из таких вот классов. Здесь не окажется, здесь не окажется. То есть почти вся таблица им будет доступна, но далеко не вся. В этом смысле, когда мы будем ассоциировать, благодаря размерам 1 и 0, там ответ будет еще более разреженный. То есть там мы не попадем в первую, вторую строчку, в пятую строчку не попадем. Но уж такой у нас план на несколько шагов. Давайте заготовим себе несколько вспомогательных утверждений. Пусть у нас есть компактная, комплексная поверхность. И пусть D на ней эффективный дивизор, такой, что канонический класс нашей поверхности с D искается отрицательно. Тогда D содержит минусальную кривую. Ну, это очень простое утверждение, но давайте я это не менее докажу. Во-первых, сам канонический класс, поскольку когда ее размер у нас равно 0, то, может быть, канонический класс сам по себе не линейный квадрат, а никакому эффективному дивизору. Но уж для какого-то большого N объединение системы N к X не пуста. Ну и пусть здесь живет какой-то дивизор, назовем его R. Ну или давайте назовем его K с индексом N, в честь того, что он N-кратный канонический. Это какой-то эффективный дивизор. Его можно записать в виде суммы коэффициентов С на какие-то кривые С . Вот этот эффективный дивизор с этим эффективным дивизором D пересекается отрицательно. Ну, если бы у них были совершенно разные компоненты, то есть если бы D не содержал ни одну из этих компонентов... Да, давайте я буду считать это достаточно доказать для случая, когда D неприводимая кривая. В общем, я хочу сказать, что D обязан совпадать с какой-то из кривых С . Поскольку переключение отрицательное. Ну, как Ом, то Cg равно. Cg с нуликом. Давайте разобьем... Ну, во-первых, если мы D пересечем со всем остальным, то это пересечение не отрицательное. А со всем Km отрицательное. Ну, значит, D квадрат отрицательное. Ну, а теперь надо просто подставить эту формулу присоединения. У нас Kxd отрицательное плюс D квадрат. Все это меньше нуля. И каждый здесь слагаем от меньше нуля. Ну, тем более сумма... Значит, отсюда следует, что Канк-класс, дозирующий пучок на D, имеет отрицательную степень. Отсюда следует, что D это гладкая рациональная кривая. Ну, и каждая из этих чисел равна минус 1. То есть от минуса 1 кривая. Следствие. То есть в таком, видимо, это использовать не будем. Давайте выйдем следствие в одну строчку. Что пусть X минимальная, компактная, конверсная поверхность. И Kp от X не отрицательная. Тогда Канк-класс что? Канк-класс совершенно не то, а что мы можем сказать про Канк-класс в такой ситуации. Вот надо просто перевернуть немножко слова, которые написаны здесь. Значит, X минимальная. Это значит, что не бывает вот такого. Это значит, что не бывает вот такого. А как это называется простыми словами? Канк-класс численно-эффективен. Канк-класс численно-эффективен. Он с любыми эффективными узорами присоединяется неответательно. Вот, утром в таком виде мы будем это использовать. Хорошо. Вторая вещь, которая нам понадобится. Ну, опять же, наверное, культурно-людо с ней знакомая. Называется отображение альбонета. Пусть у нас есть компактное, келлеровое или проективное для ясности многообразие. Это все не очень важно. В принципе, это можно определить для произвольных комплексов многообразий. Но, значит, давайте я не буду повторять определение келлеровости. Это в данный момент нам важно, что на этом многообразии есть теория Коджа. То есть, каждая группа когмологий разваливается симметричным образом. Катая группа когмологии разваливается в подпространство. Аж, то и куты для подпуску равно К. Мы будем применять в основном к поверхностям. Там какая-то недоделанная теория Коджа и всегда. Но нам удобнее будет считать, что числоход же симметричный. Но, повторяю, если напрячься, это можно перепроизнести в более общей ситуации. Давайте рассмотрим глобальные 1-формы. Тут есть какие-то формы. Давайте обозначим их омега-1, омега-Ж. Омега-1, омега-Ж, омега-1 с чертой, омега-Ж с чертой и образуем базис в H1 от XC. И давайте выберем, наоборот, в первых гомологиях от XC с колесцентами в Z тоже базис. Сколько там будет элементов? Тоже сколько? Бажа-Ж. Ну вот здесь я выбрал базис в половинке первых гомологий. Ну вот давайте я рассмотрю векторы. В-житое, пространство, церковь-ж. Это векторы, которые заданы так. Мы интегрируем по H-житому форму омега-1 и так далее. Интегрируем по H-житому форму омега-Ж. Это вектор с G-координатами. В общем, стандартным образом проверяется, что эти векторы линейне независимы на D. То есть они порождают решетку максимального ранга, который только пролезает в цепь степени G. Поэтому, если мы возьмем цепь степени G и отфакторизуем по решетке, которая порождена вот этими векторами, V1 и так далее, V2G, то это будет какой-то комплексный тор. Мы его называем тором Альбанетром. Комплексный тор. Размерности. Комплексной размерности G. А G, в свою очередь, равна ирегулярности X, который по определению размеров вот этого пространства. Более того, у нас получается не просто тор по отдельности, а тор по отдельности. У нас это приходит с гламорфным отображением из X в тор Альбанетре. Которая устроена так. Мы выбираем на X какую-то точку X0. Это отображение зависит от выбора точки, но не сильно. То есть, если мы перевыберем точку, то оно будет отличаться с двигом на торе. То есть, с точностью до сдвигов на торе. Это отображение одно однозначно. И теперь любая точка X маленькая переходит в набор интегралов. От X0 до X омега-1 и так далее. От X0 до X омега-G. Что значит интеграл от X0 до X? Это интеграл по какому-то пути. Если враги пришли и заменили путь на другой, то этот новый путь не обязан быть даже гомологичен старым. Тогда, конечно, эти интегралы всегда дадут другое значение. Но они всегда дадут значение, отличающееся на что-то, что выражается через вот эти вот векторы. На интегралы. То есть, новый путь. Если мы пройдем все это дело в таком направлении, у нас будет цикл. Поэтому он выражается через базис в гомологиях. И поэтому мы, конечно, не получили вектора в векторном пространстве корректно определенного. Но мы получили корректно определенный вектор в векторном пространстве cg по модулю интегралов по циклу. То есть, мы получили корректно определенное отображение в то. Давайте рассмотрим пару примеров. То есть, это будет такое упражнение. Может быть, вы меня прямо сейчас кто-нибудь возьмете с места, это упражнение решит. Потому что оно несложное. Пусть х – это сам по себе то. Но, тогда, какое у него многообразие арбонезы и какое отображение арбонезы. Ну, я здесь могу написать, что он сам, наверное? Тождественное будет не всем правдой. Потому что, как я говорил, оно вообще придет точность до сдвига. Ну, не совсем правильно будет сказать, что оно тождественное отображение. Но, на самом деле, это какой-то сдвиг, который зависит от выбора точки на нем. Но если мы заранее спасемся здесь точкой и скажем, что при правильном выборе точек, можно считать, что это тождественное отображение. Второе. Пусть х – это проективное пространство. Что у него с торм альбонеза и что у него с отображением альбонеза? Совершенно верно. Ну, а это не единственное, в которой существующий отображение записало точку. И, наконец, более сложное соображение, что если х – это кривая, то как устроен тор альбонеза и как устроено отображение? Давайте вот это уже будет упражнением, что это то же самое, что дикобиан кривой. То есть многообразие, которое пространализует линейное расслабление степенью 0. Ну и имеется, в зависимости от выбора точки, как обычно, вложение, естественное вложение кривой ликобиан – вот это оно. То есть первые две части упражнения практически очевидны, а последние требуют некоторой медитации. За что мы любим отображение альбонеза? За то, что оно обладает непроверсальным свойством. То есть вот видите, мы на горах альбонеза – это такой тор, и с точки зрения ерунды у нас есть такое почти каноническое определенное отображение в этот тор. Утверждается, что если T – это произвольный тор, и F – это отображение, золоморсное отображение языка в T, то оно пропускается через наше отображение альбонеза. Ну и, опять же, единственным образом стойчивость до подхода к альбонезу. Давайте, это я объяснять не буду, это тоже так близко к тавтологии. И давайте я еще скажу некоторые свойства, мы тоже оставим в качестве упражнения. Упражнение требует довольно общих рассуждений и тоже не очень сложное. Упражнение стоит в том, что представим себе, что Х может быть уже не кривая, а вот… Да, но вот у нас есть отображение языка в тор альбонеза. Никто совершенно не говорил, что это отображение сюрлективно. Вообще говоря, у него есть какой-то образ, который где-то там внутри тора сидит. Может быть сюрлективно, может быть не сюрлективно. Вот, например, вот этот пример, когда оно категорически не сюрлективно. Кривая вкладывается в какой-то огромный шитор, у которого размерность зависит от рода и размерность G. То есть, кроме этого тора, есть еще, несет важную информацию и опыт многообразия, который является образом отображения альбонеза. Вот утверждается, что если образ отображения альбонеза – это кривая, то у отображения много хороших свойств. То есть пусть альфа от х кривая, тогда альфа от х не особо. И вот эта не особо кривая, она имеет какой-то рот. И вот ее рот равен перерегулярности нашего х. Ну и добавляем с вами размеры сектора альбонеза, в котором она сидит. Как это дело надо решать? Ну вот первые два свойства, что слали связанные и кривая не особо. Надо сказать, что если кривая особо, то есть ненормальная, то это отображение пропускается через нормализацию. А если слои не связаны, то там оно пропускается через отображение Штейна. Ну и так, немножечко покрутившись с универсальными свойствами, надо понять, что никакой нормализации никакого нейтрального разговора Штейна здесь быть не может. И, соответственно, то же самое здесь. Надо подумать про… вот если можно сказать, что кривая гладкая, надо подумать про эту кривую, подумать про вот такое вложение для нее, ну и сравнить одно с другим и понять, что на самом деле вот эта кривая, которая сидит α от Х, которая сидит в торе α от Х, это вот эта вот ситуация с точки зрения кривой, мы имеем вот эту вот ситуацию. это она вложенная в свой пикноль, в свой инфобиан. Хорошо. Вот это давайте оставим в качестве упражнения. Это второе свойство, которым мы будем пользоваться. Давайте теперь, наконец, вернемся к доказательству. Ну, точнее, давайте сначала сделаем две самых простых части доказательства. Пусть у нас есть какая-то поверхность. Не важно, какая у нее алгебраическая размерность. Важно, что у нее размерность Кадаира равнодумна. Ну, из этого, на самом деле, нетрудно вывести, что алгебраическая размерность тоже равнодумна. Но важно, что здесь мы вообще ничего доказывать не собираемся. Потому что вот у нас одна строчка классификации, которая устроена так. Размерность Кадаира равна двум, мы, что называется, приехали. Вот это даже такой не случай, не подслучай в доказательстве. Это просто тот по чисто бюрократическим причинам здесь делать ничего не надо. Так устроена наша классификация. Доказывать нечего. Пусть Кадаира размерность равна одному. Тут тоже доказывать почти нечего. Потому что, видите, мы на этот случай выделили только одну строчку в таблице. Но, опять же, здесь написано, что алгебраическая размерность бывает равна одному или двум. Это тоже следует из общего наблюдения, что размерность Кадаира не больше, чем алгебраическая размерность. То есть, как бы здесь тоже проверять нечего. Здесь написаны еще какие-то фразы про то, что C1 в квадрате равно нулю, и топологическая алмебра характеристика больше или равна нуля. И еще написано, что эта поверхность эллиптическая. Давайте эти вещи я прокомментирую. Если мы докажем, что на такой поверхности Кадаира размерности 1 на минимальный, всегда есть структура эллиптического расслоения, это будет относительно минимальное эллиптическое расслоение. И тогда вот этот нулик будет следовать просто из того, что мы знаем, как устроен канонический класс эллиптического расслоения. Он с точностью до каких-то там, ну, по крайней мере, как Q-дивизоров, он поднят с базы. То есть, он как-то сидит в слоях, а слои друг с другом не пересекаются. Ну и для относительного эллиптического расслоения мы обсуждали про логическую алюлиптевистику, что она не отрицательна. Поэтому давайте, единственное, что я здесь прокомментирую. Да, пока мы не начали, вот я грозился отдельно рассматривать случаи проективных портностей, и отдельно случаев алгоритической размерности 1 и алгоритической размерности 0, пока мы это не делаем, это пока мы разбираемся с какими-то тривяльными случаями. Давайте здесь докажем, что существует структура эллиптического расслоения Ну, действительно, существует какое-то большое n Такое, что размерность линейной системы nхx больше 1 Но у нас по определению там есть какой-то линейный рост То есть вообще даже для любого числа через него можно перешагнуть Вот сейчас наша задача будет перешагнуть через единицу То есть вот у вас есть какая-то одномерная линейная система В остальном линейная система может быть довольно плохая То есть может быть вот это nkx, может быть там есть какая-то неподвижная часть То есть может быть любой дивизор этой линейной системы содержит некоторый дивизор, который вот такой неизбежный а все остальное, если мы из этого дивизора вычесть на неподвижную часть, все остальное это будет линейная система без неподвижных компонентов. Любую линейную систему можно выложить на неподвижную часть или систему без неподвижных компонентов. Грубо говоря, здесь написано, что наша линейная система выглядит как-то так. У нас есть одна тревая, которая входит во все дивизоры, и то, что остается, варьируется в какой-то другой линейной системе. Давайте я попишу какие-то числа из пересечения. Вот это эффективный дивизор, и эта линейная система тоже станет эффективным дивизором. КАН-класс на минимальной поверхности неотрицательной кодово-размерности, как нам Женя подмечал, численно эффективен. Поэтому КАН-класс пересекается с этим неотрицательно и с линейной системой здесь, пересекается неотрицательно. С другой стороны, что было бы, если бы КАН-класс в квадрате был больше нуля? Я утверждаю, что такое ситуация совершенно невозможная. Из этого бы следовало, что КАН-класс равен не один, а очень даже два. Почему? А в теореме Ромена Роха... Как устроена теорема Ромена Роха? Она устроена так. Возьмем... Здесь написано H0 от... Вот я применяю теоремию Роха к такому дивизору. МКХ, где М, большое число, минус H1 от МКХ, минус H2 от МКХ, равно чему? Кто мне продиктует правую часть Ромена Ромена Роха? МКХ умножить на... Давайте я вынесу КХ в квадрате. Вы же понимаете, что здесь будет КХ в квадрате. Вот какой коэффициент здесь? М на М-1. Точно. М на М-1 пополам. Но это не важно. Важно, что это какой-то коэффициент, которая квадратично растет по R. Ну и плюс что-то. Какое-то число. Хи от Ох. Это какая-то константа. Давайте я замечу, что вот эта вот штука по двойственности Сера равна... Второй когмологии МКХ равно H2 от М-1 КХ. H0. H0, прошу прощения, да. Но это не имеет никаких шансов быть неравным нулю, потому что если здесь для какого-то М есть эффективный дивизор, тогда это значит, что в М-1 уже без минуса КХ будет антиэффективный дивизор. Это значит, что... А с другой стороны, у меня по определению для больших положительных N вот здесь живут эффективные дивизоры. Эффективные дивизоры не могут жить одновременно в ленинг системе D и мину D. Поэтому вот эта зарядка равна нулю. Поэтому... Ну, а это какое-то число, про которое мы толком ничего не знаем, но и не нуждаемся, что называется. Потому что... Давайте я вот это перепишу в таком виде. H0 от МХХ в виде неразистремированного. Большее равно М на М-1 пополам ХХ в квадрате плюс Хи от Х. Ну, в общем, какое бы ни было у нас Хи от Х. Если КХ в квадрате положительное, то с ростом М это растет квадратично. Это значит, что по определению, если бы так было, то когда я размест, была бы равна двум. А вовсе даже не одному. Значит, так не бывает. Противоречия. Поэтому жизнь устроена не так. А наоборот... КХ в квадрате равно нулю. КХ в квадрате равно нулю. КХ на Д фикс плюс КХ на М. Это равно нулю. А каждый из этих больше равен нуля. Значит, оба этих слагаемых равны нулю. Хорошо. Давайте теперь посчитаем еще немного пересечений. Вот у вас КХ помножить на М равно нулю. Но L это дивизор без базисных компонентов. Он вообще с любым эффективным дивизором пересекается неотрицательно по этой причине. Поэтому здесь больше равна нуля. Ну и здесь тем более больше равна нуля. А тут следует, что все равно нулю. Дальше. У вас есть дивизор без неподвижных компонентов, который в квадрате равен нулю. Что мы знаем про его базисное множество? Вот это вот M. Базисное множество ленинной системы M. Его нету. Потому что если бы... Ну вообще, никакие два дивизора из этой ленинной системы M друг к другу вовсе не пересекаются. Тем более неверно, что все из них проходят через какую-то одну и ту же точку. А это значит, что ленинная система M или что тоже самая ленинная система NKX создает морфизм. У него нету точек неопределенности. Дальше. Куда же он издает морфизм? Ну вот. Что происходит с дивизором извинения системы M? Куда при этом морфизме девается дивизор извинения системы M? Я утверждаю, что он вливается в точку. Потому что... Ну вот, ровно потому что он сам с собой пересекается по нулю. Это значит, что у вас какая-то... Ну прямо эта кривая на поверхности значит, что какие-то кривые на этой поверхности стягиваются. И очевидно, что стягиваются не все, потому что... Ну, из того, что M квадрат равно нулю, следует, что эти кривые варьируются в слоях какого-то расслоения. То есть все это отображение не в точку. И значит, в общем, другими словами, что V это кривая. Хорошо. Это кривая. Дальше. Может быть здесь слои, конечно же, не совсем кривые. Ну, может быть здесь слои, это не связанные кривые. То есть пока мы не доказали, что слои связаны. Поэтому давайте рассмотрим разложение Штейна. То есть здесь уже связанные слои. То есть другими словами слои вот этого отображения, это связанные компоненты слоев вот этого отображения. То есть мы сразу давайте будем считать, что слои связаны. Ну, то есть это связанные компоненты M. Но со всем M конкласс пересекается по нулю. Значит, ну, поскольку тут все... Ну, вот еще немного глиотное отражение. Видно, что с любой связанной компонентой M конкласс пересекается только по нулю. Значит, общий слой вот этого. Общий слой F это гладкая неприводимая кривая. Типичный слой, наверное, надо говорить. Типичный слой. Это гладкая неприводимая кривая. И такая, что конкласс с F пересекается по нулю. Ну, поскольку это слой расслоения, то F квадрат тоже равен M. Значит, по форме присоединения, какой у нее род? 1. 1. Это эллиптическая кривая. Все. Все, что мы хотели доказать про эту строчку, мы доказали. Ну, так, по крайней мере, временно. Поэтому теперь мы отправляемся в наше главное путешествие. Давайте начнем. Сегодня, правда, мы, наверное, его закончить не успеем. Со случаях, когда ее размером стим 0. И дополнительно будем предполагать, что поверхность проективна. Потому что, как я уже сказал в начале, в случае, например, алгебраический размер стим 0. Потому что там есть забесплатно довольно сильная структура. Значит, опять же, алгебраический размер 2 появится проективно. Значит, у нас через все числа бытия выражаются через через геометический род и регулярность. Ну, давайте для начала... Да, скажем про те же слова. Вот у нас минимальная поверхность, неотрицательная, когда я в размерности. Значит, канонический класс численно и эффективен. Значит, вот по той линии, которую мы доказывали, значит, квадрат канонического класса больше нуля. Как из-за этого слезает вот это? Численно и эффективное значит, что любой кривой, такой честной кривой, пересекается положительно. Но сам канон-класс сам по себе это какое-то расслоение. И бог его знает, можно ли его представить в виде суммы честных клювов с положительными коэффициентами? Ну, здесь можно, я пишу, когда я был размером с 0. Правильно. Это значит, что у вас какая-то кратность канон-класса в соответствии с тем не пуста. Ну, каким бы способом она ни была не пуста, например, если кратская класса тривиальный дивизор, то это тоже неплохо. Ну, важно, что он с каким-то неотрицательными коэффициентами является суммой кривых. Значит, с численно-эффективным собой пересекается неотрицательно. Опять же, может ли канон-класс быть больше нуля? Ну, вот не может, вот мы вот тут как раз это рассуждение делали. Если бы канон-класс был больше нуля, по неравенству Риммана-Роха, размяности линейных систем кратных К-класса, раз-либо как квадратично по К-классу. Понимаете? Да. Невозможно. Значит, К-класса в квадрате равен нулю. А это очень удобно, потому что когда К-класс в квадрате равен нулю, то по формуле ньотера, напомню вам, очень легко переключаться между эллирохарактеристикой тривиального пучка, между гламортной эллирохарактеристикой и топологической. Ну вот, если здесь написано 0, то всё просто друг к другу пропорционально. Хорошо. А что теперь, с другой стороны, мы знаем про топологическую эллирохарактеристику? Ну, давайте вот, точнее, давайте отдел распишем. Вот у нас есть, как обычно, q от x, это регулярность, это h1 от x, и геометрический рот, это h2 от x. В частности, топологическая эллирохарактеристика, гламортная эллирохарактеристика, давайте я умножу на 12, 1 минус q плюс pg. Это равно чему? Равно топологической эллирохарактеристике. Как установлена топологическая эллирохарактеристика? Надо сложить нулевые когмологии, последние когмологии, это по единичке, да? 2. Отнять первое и третье. Какая размер с первых, а какая размер с третьей когмологии? 2 q получается. А третьих? Не, 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 не бажай, не бажай, не бажай, вы что-то, вы ищете сложности там, где их нет. А какая размер с третьей когмологии? Ну, поверните. Комплекс. А, третьих как в первых? Как в первых? Да. То есть тоже два пункта. Минус 4 пункта. Прибавить, ну, чего прибавить мы не знаем, прибавить какое-то второе число бытия. Там в нем дает склад геометрический рост, но там еще h1,1, но это не важно. Важно, что это больше и равно, чем 2 минус 4 пункта. Ну, давайте раскроем какие-нибудь скобки. Что здесь написано? Здесь 12, здесь 2, 10. Давайте я геометрический рост оставлю в одной части. 12 пж больше или равно чем? Сколько q? Здесь было минус 12 q, а в другой части минус 4 q. То есть больше или равно 8 q. Здесь было 12, здесь было 2. Переносим в эту сторону и минус 10. А с другой стороны, это все здорово, у меня бы еще только 12 pg ограничить сверху. А как мне 12 pg ограничить сверху? Я напоминаю, у нас, когда я беру размерность, 1 0. Конечно, сверху значим 12. Правильно. Потому что pg замечание. Если я беру размерность 1 0, то pg не больше 1. И вообще любой плюрирот не больше 1. Если там есть хотя бы два сечения, то в кратных системах я могу просто убрать многочлены от них. И у меня будет по крайней мере линейный рост. То есть эта штука не больше 12. Очень хорошо. Давайте решим эту систему, не бог из каких сложных неравенств. Решите. Какие у меня есть решения? Продиклюйте мне. Ну, давайте я должен написать q и pg, да? Это два числа. Значит, у меня бесконечный набор пар q и pg, которые вообще в эти неравенства влезают. Давайте pg сначала отсортируем. pg бывает равно 0 или 1, да? Если pg равно 0 или 0, тогда q какое может быть? Может быть только 0 или 1. 0 или 1. Первый случай, когда u равно 0. Второй случай, pg равно 2, q равно 1. Третий случай, pg равно 1. Ну, скажите у меня ответ, какой здесь должен быть, а я потом на световой шок. pg равно 1, u равно 2. Давайте сегодня мы обслужим вот эти три случая. Значит, что я должен делать с каждым из этих случаев? Я должен либо доказать, что он вообще не реализуется по каким-то причинам. Либо доказать, что если варианты такие, то это поверхность одного из таких типов, как я собираюсь найти в своей таблице. Ну, я напомню, что у нас были какие-то такие определения. Например, поверхность тенгрикилса. Это такая поверхность, у которой q равно 0, кон-класс не равен 0, а дважды кон-класса равен 0. Ну, вот надо переработать информацию вот такого сорта в информацию того сорта. Вот, как я сейчас сказал, например, для поверхности тенгрикилса. А кто-нибудь здесь видит поверхность тенгрикилса? Какого взгляда достаточно наметан, чтобы найти поверхность тенгрикилса вот в этих вот, в пяти случаях? Ну, один, кажется, это и есть. Ой, именно рикресса? Да. Сейчас. Сейчас. Да. Сейчас. Да. А по риск 3 кто видит? А по риск 3 это 3, наверное. Совершенно правильно. Пожир равно 1, это значит, что есть эффективный дезор и кон-класс. Он не понимает, что он может быть только там нуевой, да? Ну, то есть это будет простой случай совсем. Вот если вы сейчас найдете поверхность тенгрикилса, то мы тоже догадаемся про второй случай, который простой. Вот это тенгрикилс собирается быть. Видите, мы ставим такой план. Пока мы еще ничего не доказали, но мы уже начинаем подозревать, в какую сторону идти. Так. Но вот этот случай на самом деле не бывает. Вот давайте мы сегодня закончим тем, что докажем, что вот это только инриквес, это только к3, а этого случая вообще не бывает. Это окажется тор, это окажется биорептическая поверхность, но это просто немножечко более сложный случай. Мы их как бы разберем отдельно в следующий раз. Давайте вот эти решения у меня здесь, так сказать, подисят. С какого случая начнем? С к3, наверное. Да, из к3. Идти, так сказать, в порядке нумерации, это пошло. Давайте начнем с какой-нибудь любимой поверхности. Давайте действительно начнем с к3. У нас ПЖ равно 1, а второй поверхность, он не меньше первого, но с другой стороны все поверхности ограничены сверх единицей. Значит, второй поверхность, то бишь H0 от 2КХ равен 1. Давайте с другой стороны я напишу неравенство Риммон-Руха. H0 от 2КХ, отнять H0, прибавить на освещение, H2 от 2КХ. H2 от 2КХ, подвозь на сервер, это сколько? H0 от... H0 от 2КХ. От минус КХ. Первые катомологии я игнорирую, они мне дают отрицательный вклад, поэтому я напишу неравенство. Не превосходит чего? Значит, я уже вывел, что конкласс в квадрате равен нулю. Поэтому не превосходит чего? Не превосходит H0 от 2КХ. Который, в свою очередь, равен 12... А, H0 от 2КХ, извините, H0 от 2КХ у меня просто здесь как бы написано, да? Чем урань хето Х? Ну, 2КХ. Это очень хорошо, но вот это вот равно единице. А это в сумме больше 1КХ. Это значит, что H0 от минус КХ больше равен единице. Но H0 от КХ, то есть ПЖ, тоже равен единице. Это бывает тогда и только тогда, когда КХ равен единице. Ну, а Q равно 0 по предположению. То есть КХ равен 0, Q равно 0. Это поезд К3. Как вы делаете следующий? ПЖ равен 0 и Q равно 0. Я хочу доказать, что, во-первых, что кон-класс не равен 0 и что дважды кон-класс равен 0. А вот Q равно 0 у меня уже бесплатно есть. Давайте я подумаю про H0 от 2КХ. И H0 от 3КХ я подумаю. Хорошо. Значит, давайте я опять напишу, наверное, неравенство Рим-Нороха. H0 от 2КХ. Вот такое же. Прибавить H0 от минус КХ. Больше и равно, чем хи от Х, которое в этом случае равно чему? Единица. Единица. Я хочу сказать, что вот эта штука все-таки равна 0. Почему эта штука равна 0? Потому что если H0 от минус КХ не равен 0... Простите, извините, я не из того вывожу, действительно. Я утверждаю, что вот эта штука больше 0. Для этого не нужна теремия Рим-Нороха. Для этого нужно следующее. Что если эта штука, это 2КХ, если она была бы равна 0, и еще к уровну 0, то это, по критерию Кустернова, оповерность была бы рациональной. То есть у нее... Ну, когда я раздаю, то была бы неправильная. Значит, 2-й преврат больше 0. То есть линейная система 2КХ не пуста. Я утверждаю, что линейная система 3КХ пуста. Потому что если бы еще 3КХ была бы непруста, ну, и такая система была бы нульмерна, потому что, опять же, когда я раздаю 0, все превраты ограничены сверху единицей. То есть здесь бы мы выбрали дивизор D2, здесь бы мы выбрали дивизор D3, потом 3D2 и 2D3. Это были бы дивизоры из линейной системы 6КХ. Но 6КХ это нульмерная линейная система. она состоит из одного предмета. Значит, вот это и вот это физически один и тот же дивизор. Это значит, что D2 равно какому-то 2D дивизору, а D3 равно какому-то дивизору имеет вид 3D. Где D это дивизор откуда-то там, из такой линейной системы, что будучи умноженной на 2 она дает 2КХ, а будучи умноженной на 3 она дает 3КХ. Я заметил, что однозначного деления у нас нет, но если у вас умножение на два взаимопростых числа получается пропорционально к кон-классу, то D может быть только из кон-класса. Другими словами D просто линейный эквивалентен D3-D2, то есть линейный эквивалентен кон-класса. То есть вот мы нашли эффективный дивизор в канонической линейной системе. А так нельзя, потому что у нас пожираем нулю. Хорошо, значит это я привел к предположению, что система 3КХ не пуста. Значит она пуста. Значит, наверное, мы должны написать еще одного римна РОХа. Вот здесь вот напишем римна РОХа. H0 от 3КХ прибавить H0 от минус 2КХ больше и равно х х, которое, как мы выясняли, уже равно одному. И это равно нулю. Значит, H0 от минус 2КХ больше и равно 1. Ну, как мы помним, с точки зрения какого-то еще умножения на большое число, минус НКХ, для какого-то большого Н, это антиэффективный дивизор. То есть такое вообще может быть только в случае, когда минус 2КХ, ну или 2КХ, линейный квадратный нулю. То есть минус здесь можно убрать, 2КХ, линейный квадратный нулю. А КХ не линейный квадратный нулю. Почему? То же P же равно нулю. Значит нету эффективного дивизора даже у любого такой линейной системы. И к уровню нулю по условиям. Давайте, наконец, разберем четвертую точку. То есть здесь индивиз. Здесь К3. А здесь я сейчас докажу, что не бывает. А вот это и вот это мы отложим на следующий раз. Так, четвертый случай. У нас КУ положительная. Значит у нас у нашего многообразия... Иребулярность КУ это размерность многообразия пик 0, многообразия линейных рассвоений степени 0. Но это нетривиальное многообразие, значит на него есть куча точек 2-ключения. Существует такое линейное рассвоение, которое не тривиально, но л квадрат уже тривиально. Рассмотрим. Каноничное линейное рассвоение. И открутим ее на л-1. Давайте попробуем посчитать... Давайте попробуем применить теорему Римон-Роха. Ну давайте лучше теорему Римон-Роха применим к самому л. Значит h0 от л. Каноническое открученное на л-1. Там л нетривиально, да? Л само по себе нетривиально, да? А л квадрат уже тривиально. Чему это больше равно? Ну, тут есть какая-то штука, типа там... Л на л-к поделить пополам. Это все считать не надо, потому что л рассвоение кручения совсем пересекается по 0. Это я вообще просто даже не пишу сразу. Больше равно х х, которое равно чему? Натуральная единица. Хорошо. Л это рассвоение кручения, но нетривиальное. Значит h0 от л равно 0. Значит вот это не равно 0. Так, минутку. Что я делаю дальше? Конечно. А, конечно. Давайте я рассмотрю вот эту линейную систему. Здесь живет какой-то дивизор кд. Давайте я рассмотрю линейную систему канилиц. Здесь живет дивизор k. Ну, единственный дивизор k, который живет в этой линейной системе. Давайте я рассмотрю дивизор 2k и дивизор 2d. Где они живут? Где они живут? Ну, дивизор 2k понятно где живет. Он живет в линейной системе 2k. Размерность которой равно чему? Да, я вот здесь, когда я говорил, что я выбрал дивизор k, я воспользовался тем, что пожирал на единице. Что эта линейная система не пустая. Размерность с линейной системой 2k есть в чем равна? Во-первых, эта линейная система не пуста. Потому что я вот там дивизор 2k уже нашел. Тоже единиц. Тоже единиц. Потому что все природы ограничены сверху единицей. Либо единиц, либо ноль. А этот дивизор где живет? d я, напомню, выбрал из кон-класса, открученного на... Тоже там же. А тут вообще физически живет только один дивизор. Значит они другу равны. Они просто не линейные эквиваленты, я еще раз почувну. Физически равны другу 2 дивизора. Сумма кривых коэффициентами, это другая сумма кривых коэффициентами. Они равны, как сумма кривых коэффициентов. Потому что здесь вообще живет только один дивизор. Это значит, что H равно D. Я просто физическую сумму кривой с эссенками поделил на 2. А это противоречия, потому что они из разных лейных систем. Ну хорошо, давайте в следующий раз мы будем продолжать в том же духе и постепенно будем пользоваться немножечко большим и большим количеством материала. В следующий раз мы уже будем активно размахивать эллиптическими рассвоениями и что-то про них выяснять. Спасибо.